Что такое дом? Современнее, красивее и безопаснее. Знаменитые хозяева. Беседы о том, что остается за рамками обычных интервью. Советы экспертов. Прямо сейчас в программе «Дом моей мечты». Саша, вот ты как интерьерный психолог, что реально разговариваешь с вещами? Да. И с комнатами? Ну, конечно. И с домами? И с домами. Ну, хорошо, вот ты можешь с этим домом поговорить? Вот что он тебе расскажет? Знаешь, мне кажется, что в начале 90-х здесь был пустырь. Хозяин дома, конечно, когда это увидел, он не сильно обрадовался. Но зато сейчас... Подожди, откуда ты это узнала? Тебе что, неужели это дом рассказал? Ну, ладно, я подготовилась и загуглила. Я знала, я знала. Ну, а если серьезно, как думаешь, это дом мечты Игоря Скляра? Надо узнать. Пойдем. Попробуем узнать. Пойдем. Игорь Борисович Скляр. Советский и российский актер театра и кино. Певец, музыкант. Народный артист Российской Федерации. Родился в Курске в семье инженеров. Снимается в кино с 1973 года. Окончил Ленинградский институт театра музыки и кинематографии. Всесоюзную славу Игорю Скляру принесла роль в фильме «Мы из джаза» в 1983 году. Через два года он исполнил песню «Комарова», которую до сих пор знает и поет вся страна. Сегодня в творческом арсенале Игоря Скляра около 40 известных песен и более 70 ролей в кино, десятки ярких театральных образов. Тук-тук-тук, здравствуйте! Здравствуйте! Вы к нам? Пустите нас! А вы кто? А мы сейчас расскажем вам. Ну давайте, как приятно. Меня зовут Александра. Очень приятно. Я ведущая. Игорек. И я тоже Александра, интерьерный психолог. Для вас, Игорь. Спасибо. Спасибо. Ты, Саша, как, будешь осматриваться? Да, я пока с вашего позволения останусь и на полном серьезе поговорю с домом. Слыхал, старик? Да, сейчас будет серьезный разговор. Сейчас будут разговаривать. Не подкачай. Я на самом деле пока не понимаю вообще, что сегодня нас ждет, потому что, почитав интервью и вообще поговорив со знакомыми, кто знает нашего сегодняшнего героя, я поняла, что человек непростой, с непростым характером. Ко всему подготовиться точно нельзя. И у меня пока что такое очень тревожное настроение, так скажу. Не хотите получать глупых ответов, не задавайте глупых вопросов. И с этим приходится сталкиваться, да, когда к тебе приходят на интервью и задают вопросы, во-первых, малосодержательные, во-вторых, на которые ты действительно отвечал миллион сто двадцать раз. Но здесь случай другой. Здесь я рассказываю о доме, а дом – это моя жизнь. О своей жизни я волен рассказывать так, как мне хочется, нравится, поэтому спрашивайте, а там посмотрите. Дом, на самом деле, построен в очень узнаваемой стилистике. Это австрийское шале. Тут немножко есть измененная конфигурация этого стиля, потому что в обычном классическом понимании шале нет такой акцентной входной зоны. Здесь же она присутствует. Есть определенный призыв для гостей, для тех, кто приходит в дом и просто говорит, заходите, двери этого дома открыты. Но я знаю, что за этим домом еще находится внутренний дворик, который не видно с той стороны, когда ты заходишь и первый раз оказываешься в этой, можно сказать, парадной входной зоне. Именно сейчас я туда и отправлюсь, чтобы посмотреть, что же там нас ожидает. Игорь, ну вот мы попали к вам. Это даже, ну, кухню не назвать, это столовая. И сразу видим какой-то сказочный абсолютно комод. Наверняка это какая-то старинная вещь. Нет, это не комод. А что? Это называется дрессуар. Такое французское название. Я когда сам услышал, удивился, говорю, что это такое. Они говорят, это такая тумба, такой ларь для хранения припасов, круп, то, что сейчас называется бакалей. И ключ от этого, да, ключ от этого доверялся самому доверенному, проверенному человеку, чтобы он, не дай бог, не отравил. Это такие штуки делали еще там с 15-16 века. Но эта вещь, конечно, сделана в веке в 20-м. Она была в ужасном состоянии, но наш друг Миша Краснодеревщик ее очень хорошо отреставрировал. Да, такая интересная штука, которая как будто досталась нам от прапрапредков. Стена здесь подразумевалась глухая. Сначала я думал, широкие двери сделать раздвижные, сначала просто двери. Потом думаю, нет, надо широкие. А потом думаю, а зачем вообще двери? Я сам нарисовал вот эту арку всю, и мне ее по моим размерам и чертежам сделали одни умельцы, хорошие работники. Вот они сделали стеллеры. Такую интересную штуку, но я ее нарисовал сам в школьной тетрадке в клеточку. Все размеры, все рейки, все стеклышки. Ну, в общем, это придумано по ходу, и, собственно, вот перед вами автор. Мы сейчас находимся на заднем дворике. И на самом деле мне очень сложно сказать, потому что я вижу, о том, кто здесь проживает. Потому что, собственно говоря, красивый, очень сделанный двор, но все, наверное, как и у всех, цветы, плодовые деревья. Но когда я смотрю вот сюда, дом, моя крепость, это именно то, что приходит мне первое на ум. Потому что, посмотрите, какой мощный фундамент заложен. Это вообще очень свойственно стилю шале. Арочные двери и арка – это, на самом деле, очень мощный прием, который сразу у нас ассоциируется со стабильностью и с пониманием, что этот дом будет стоять вечно. Потому что, если вы вспомните Колизей, он весь состоит из арок. И у нас просто в психологии так заложено, что арки – это очень что-то стабильное и навсегда. Ой, здесь у вас и двери-то такие интересные. Не двери, это ширма. Ширма. Тоже сами придумали? Да. Ох. То есть все в доме придумано вами? Да. Что здесь у нас? Камин. Я правильно поняла? Правильно. Ой, он и работает даже. Оль. Ребята, огонь, смотрите, огонь, огонь. А вот там… Ну, как строили камин? Вы тоже где-то увидели картинки или вам кто-то подсказал, специалисты, что вот такие камины обычно, не знаю, в альпийских шале? Нет. Это камин абсолютно был задуман как печка, как русская. Если бы я изначально делал камин, я бы его сделал ниже, ближе к полу. Вообще, с детства я всегда был приставлен к костру. Начиная там со школьных походов и заканчивая туристическим многоборьем или там, не важно, если едем куда-нибудь, то за огонь отвечаю. Я люблю огонь, я люблю его разводить, я люблю у него возиться, вот там сжечь всякие обрезки деревьев, кустов и прочее. Это ваша стихия. Да, это мое. Я люблю. Я люблю смотреть на огонь. Я не знаю, как это объяснить, что это делает с человеком, но что это делает. Только что на участке было тихо, но, смотрите, включилась вода, и мы увидели, оказывается, что здесь еще есть пруд. И это как раз только подтверждает то, что стиль шале, наверное, выбран тоже не случайно. Вот она, настоящая интеграция природы с домом. Посмотрите, как вырос виноград и как он расползается по всему дому и очень красиво его стилизуют без каких-то дополнительных искусственных приемов. Говорят, новичкам везет. И на самом деле у меня уже вторая передача и, можно сказать, второй идеальный дом. Но у меня все-таки появился один совет. Раз это шале, то должны быть и горные лыжи. А если горные лыжи, то должна быть и альпийская горка. Ну, прямо, может быть, хоть и вот тут вот. А тут у вас бильярд. Да. Вы изначально, да, хотели, чтобы было такое место мужское? Да. Ну, а в человеке оно не только мужское. Тут все играют. И жена у меня неплохо играет. И сын играет. И я играю. Таксы только не умеют. Пока ростом не учили. Ну, что же вы такс не научили? Ну, так вот, напущение. Напоминает какую-то такую английскую гостиную классическую? Часто бывали в английских классических гостиных. Я не знаю, честное слово. Ну, вот ощущение именно, может быть, по атмосфере такого респектабельного дома, где знают толк и в отдыхе, и приятного времяпрепровождения. А может быть, вы покажете вот ваше мастерство? Я, например, вот не умею играть. Нет, мастерство начинаешь показывать, у тебя сразу не получается держать. Это женский, это мой персональный. О, у вас прям какой-то с инкрустацией. Ну, это подарок. Угу. Итак. Вот так. Третьим называется. Так, и куда лучше? Куда хотите. Нет, ну вы подскажите, я же совсем новичок. Ну, попробуйте ударить вот сюда по коричневому, чтобы он попал в ту туру. Это геометрия. Руку надо ставить максимально твердо на 4 пальца, как правило. Делать из них такой вот очень упругий мост вам ногти мешает. Да. Вот. Главное, не дергайте кием. Ки весит гораздо больше шара, поэтому достаточно им чуть-чуть коснуться. Ой. Вот, вот, вот это первая ошибка неопытного. Я же видите совсем, да, неопытный. Не надо дергать. Вот как ходит он, так вот и все. О, смотрите, уже ударила. Молодец. Играть на бильярде он меня так не научил. Ну, в принципе, не особо старался. Да, учить всегда трудно. Я в этом смысле никогда не обольщался. Из меня очень плохой учитель. Очень плохой. Я человек невыдержанный. Я человек легко выходящий из терпения. Показать что-то могу, а научить скрупулезно, из-за дня в день – вещь довольно сложная. Нет, почему? Женщины же водят машину, хотя совершенно им не присущее занятие. Итак, тут, я так понимаю, ну, это, наверное, не вся ваша библиотека, некая часть. Да. Здесь книги, которые вы чаще всего, не знаю, читаете, к ним обращаетесь, перечитываете. Да, конечно, я так иногда останавливаюсь, пробегаю по корешкам и понимаю, что большинство этих книг я прочел. Ну, нет, здесь в основном собрано, знаете, вот как всегда в домах было, собрание сочинений. Вот Достоевский, вот Толстой, вот Чехов. Было большое желание, когда мы думали о том, как будет выглядеть наш дом, чтобы казалось, что в этом доме до нас прожили несколько поколений. Что он как будто по наследству передавался и наполнен такими легендами. И так сложилось, что уют в этом доме создает как раз вещи, от которых есть впечатление, что они здесь давно, еще до того, как ты здесь появился. Поверьте, я каждый день, я как встаю, раньше всех собак выпускаю, брожу тут в тишине, и мне мой дом нравится. Я пытаюсь смотреть на него глазами постороннего человека и думаю, что если бы я попал в такой дом, мне было бы интересно, мне было бы интересно. А потом думаю, боже, так это мы все сами и придумали. Есть еще лошади, вот это подарок друга, который очень похож на моего собственного коня, который стоит на конюшне. Если хотите, как-нибудь съездим туда. Обязательно. Что, и на конюшню поедете? Кто же не хочет? Поедете на конюшню. Ну что, пойдем прогуляемся по вашему участку, по вашим владениям? Пойдемте, если не боитесь. Да, я должна бояться. Здесь шероховатости много разных. Вот привыкли, а вы-то нет. У вас все такое здесь ухоженное, такое красивое. Вы реально сами, своими руками за всем ухаживаете? Да, в основном. И придумано все нами, поэтому я этот дом строил с фундамента. То есть каждый камень, каждую трещинку все знаете? Я знаю все твои песенки. Так вот, про этот дом я знаю все, и все его достоинства, и все недостатки. И про эту землю, и про эти газоны, и про деревья, и про строение, и про кладки, и про... Ну, в общем, про все. Ну вот как строится ваш день здесь, на участке? Каждый день вы чем-то занимаетесь? Или все-таки бывают дни отдыха? А бывают дни ударного труда? Ну, что такой день отдыха я не очень знаю. Вот я сегодня с поезда из Москвы приехал. Завтра у меня, ну, законный, естественный выходной. А послезавтра, потом после, после, завтра, это все разъезды, спектакли, репетиции. А лучший отдых – это смена деятельности. Вот дом, он никогда не дает быть, то, что называется, в усталости. Здесь всегда найдется чем заняться. В гостиную я попадаю через вот такую прекрасную дверь. Хотя я даже не могу сказать, что это дверь. Это авторское прочтение проема, как можно его оформить с помощью такой шикарной ширмы. Посмотрите, как она красиво раскладывается и закрывает пространство, отделяет пространство кухни от гостиной. Но в то же время оставляя воздух и пространство в доме для того, чтобы спокойно можно было открыть и, опять же, объединить его в одну очень большую, прекрасную зону для общения. А дальше мы можем посмотреть интересный уголок. Он встроен в стенку. То есть двери его выглядят, как у шкафа обычного. Но это ниша, которая позволяет нам, как в музее, как в витрине, очень красиво, экологично любоваться сокровищами, которые находятся в этом доме. А еще сразу же увидела вот такую историю. И мне кажется, это примерно так же, как мы могли сразу понять, что дом – это моя крепость. Вот тут вот такая книжка лежит вверху, фантазеры. И мне кажется, хозяин, он точно фантазер, творец. И любит придумывать интересные вещи. Не традиционно подходит к каким-то элементам в то же время интерьера и декора. В общем, фантазеры. Смотрите, лежит прямо сверху в стопке книжек. Ой, ну у вас тут, конечно, да, и малина, и вот я смотрю, водоем. Да, это водоем. Как вы метко заметили. Как он появился? Он появился совершенно с одной стороны случайно, с другой закономерно. Потому что этот угол участка, он самый низкий. То есть сюда сходятся все вот эти уклоны. Сюда запускаем просто наших местных карасей из речки Славянки. И они там живут, попрятались. Вот должны скоро выйти из своего ила, в котором они зимуют, зарывшись. Так они прямо там сейчас есть? Да. Ну, они под этим. Они еще сонные, они еще такие... Ну, может быть, там уже скелеты. Никто еще не знает. Я говорю, вот сейчас теплее станет, май, июнь появятся. Никуда не денутся. Им надоест там сидеть в темноте и в забвении. А вот это что у нас тут? Флюгер. Флюгер с вентилятором. Вы думаете, это для удовольствия? Нет. Это самое действенное средство от кротов. В свое время здесь все страдали от того, что все было изрыто кротовыми норами. Было практически бессмысленно что-либо сеять. Они все съедали. И вот один дедушка, я не помню уже, где это было, он меня научил. Говорит, хочешь... Там люди покупали какие-то отравы, что-то такое. Вот сейчас появилось в продаже, в землю втыкаешь такие вибраторы. Но они малодейственные. Я знаю, почему. Он сказал, вбей на метр в землю трубу, в нее вставь длинную палку и на конце сделай флюгер. Вот практически вот эта конструкция, которую вы видите. И кроты уйдут сами. Они больше всего не терпят. Вот почему их никогда нет возле дорог. Потому что там все время машины ездят, там все время земля так дрррррр. А их это страшно нервирует. Они любят покой, тишину. И вот эта штука. И я потом уже сдавал соседям разным. И кроты ушли. Вот у вас, смотрите, такой еще флагшток стоит. Да, да, сам сделал. Сами тоже сделали? Абсолютно. Все сами. А почему он здесь стоит? А потому что, ну, во-первых, флаг в крепости всегда должен быть. А дом наш, это наша крепость, заборы, укрепления разные, пулеметные гнезда, окопы. И флаг должен быть, и поэтому у нас всегда висит и развивается Андреевский флаг. Вот, видимо, его подпитывает как-то этот сад или вообще вид всего дома снаружи, когда понимаешь, сколько всего вложено, сколько создано. И как-то это его наполняет положительной энергией, что, да, человек преображается. После того, как мы побывали у вас в доме и на вашем участке, смело можно сказать, что вы хозяин в своем доме. Поэтому так радостно, что мы так угадали с подарками. Да, но ведь угадали же. Да. Да. Вот мы видим радостное лицо Игоря, наконец-то он улыбается, потому что вот это все вам. Ну, первым делом, вот мне очень интересно посмотреть на пилу. Уже подскажете нам, как она работает? Это цепная аккумуляторная пила «Гринворкс». Весит всего 2,6 кг. Размер компактный, длина шины 30 см. Инновационный бесщеточный двигатель «Диджи Про» обеспечивает высокую мощность. Скорость цепи 7,8 м в секунду. Из преимуществ прорезиненная рукоятка. Легкое натяжение и замена цепи без инструментов. А еще здесь есть прозрачный масляный бачок для удобного контроля уровня масла, предохранитель и щиток для рук. Универсальный аккумулятор 24 вольт подходит ко всем 50 инструментам линейки 24 вольт. А вот что касается триммера. Эта штука, она очень полезна для тех, кто начинает осваивать свою землю, где еще заросли всяких кустов, травы. У этого триммера также инновационный бесщеточный двигатель «Диджи Про», который отличается высокой мощностью. Дополнительное преимущество триммера «Гринворкс» – регулируемая скорость кошения. Двухмиллиметровая леска обеспечивает ширину кошения 40 см. Универсальный аккумулятор 40 вольт подходит ко всем 30 инструментам линейки 40 вольт. Есть у нас и еще подарки-то. Все для сада, для ваших газонов любимых. Вы любите, кстати, стричь газоны? Да. Иногда не то, чтобы люблю, но не нужно кому-то это делать. Я делаю иногда с удовольствием, иногда без особого удовольствия. Ну, как бы так на выборниках. Да, конечно, это замечательная машина, это прекрасная. Особенно с аккумулятором, это никакого бензина, никаких шнуров, которые надо все время. У меня были в жизни и не одна газонокосилки, но вот чтобы с аккумулятором, это, конечно, замечательная придумка. Главное, чтобы его хватило на всю площадь. Да, газон это немало здесь. Ну, да. Здесь инновационный бесщеточный двигатель «Диджи-Про». У газонокосилки «Гринворкс» три функции – сбор травы, мульчирование и выброс в бок. Работает она длительное время от двух аккумуляторов, когда один разряжается, автоматически подключается второй. Ширина кошения 46 см, высота 25-80 мм, объем травосборника 55 литров. Еще отметим центральную регулировку высоты кошения и надежную стальную деку. Универсальный аккумулятор 40 Вольт подходит ко всем 30 инструментам линейки 40 Вольт. Ну, будем теперь осваивать. Вы нас так приобщили к садоводству и уходу за газонами, что, конечно, хочется тоже попробовать. Спасибо. И фирма хорошая, и аккумуляторы хорошие, и цвет красивый, и девушки прекрасные, и погода тебе замечательная. А все потому, что это «Гринворкс» без бензина, без проводов. Переходи на зеленый. Подходит к концу день, который мы провели вместе с вами. Давайте послушаем вердикт нашего интерьерного психолога. Давайте, а где он, кстати? А вот, Александра! Могу точно сказать, что вы художник, причем художник не в том понимании, что вы только рисуете, а то, что вы умеете создавать, творить, и это чувствуется и в доме, и на участке. И это сейчас очень ценно, противовес каких-то современных интерьеров, где, на самом деле, очень красивая глянцевая картинка, но когда ты в это попадаешь... На души нет. Не чувствуешь, да, там присутствие людей и того, что они могут создать, и чем дальше потом поделиться. Спасибо. Саша, нас тут Игорь Скляр приглашает в конюшню. Серьезно? Да. Так что думаешь, поедем или как? Ну, я бы поехала. Я люблю лошадей. Но мы вроде бы про дом снимаем. Ну, слушай, если он любит лошадей, то, мне кажется, может быть, часть мечты его и там находятся. Поэтому я бы поехала. Может быть, ты права. Хорошо, поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как ты? Ох, чувствую, мне нужно отдохнуть, знаешь, на недельку, до второго, вот куда-то уехать. Куда? Ну, в Комарово. Кстати, хорошая идея. Ну, что, в Комарово поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok